Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Что ждет США, Россию, Израиль, Корею и американскую политику? Какое будущее у президента Трампа и их стены? Вы думаете, а как это касается меня в 2019 году? А вы хотите знать, что говорит по этому поводу Бог? Верю, что хотите. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Мы знакомы уже несколько лет, и у меня была возможность проследить за вашей деятельностью как пророка. У вас было предсказание о том, что когда президентство в Соединенных Штатах Америки умрет, то наступит новая эра для Соединенных Штатов. Расскажите, пожалуйста, нам об этом подробнее. Это было 14 октября 2015 года. Дух Божий начал говорить. Когда бывший президент успокоится или умрет, то это станет началом чего-то нового. Это время будет названо новой эрой. Кстати, в новостях уже сказали об этом. Когда Джордж Буш-старший умер, в американских новостях стали говорить так же, как и в этом слове. Это был конец эры и начало чего-то нового. Но вот что в этом такого особенного. Джордж Буш умер в ноябре 2018 года. Произошло то, о чем Господь говорил тремя годами ранее. Он сказал, когда бывший президент умрет, не бойся, потому что начнется дрогаться почва под твоей стороной. В тот самый день, 30 ноября, на Аляске, произошло семибальное землетрясение. Вы когда-нибудь сопоставили эти два факта? О да, это было очень сильное землетрясение. Да, подумайте. Когда Сын Божий был на кресте, Он сказал, совершилось. И произошло землетрясение. И оно обозначило начало новой эры. И это очень важно для тех, кто хочет знать, что говорит Бог. И мы, жители Северного полушария, должны следить за этим. Аляска — это не просто Аляска. Она символизирует содрогание Северного полушария. Начинается новая Великая Эра, которая имеет отношение к Всемирному пробуждению. Не только в США, во всех странах. А также то, к чему мы привыкли, уже не будет прежним. Например, Северная Корея, Северная Африка, Россия, Европа, США. Бог говорит, что что-то происходит сейчас с Северным полушарием. Поднимается Великая Америка. Дух Божий говорит, «Я хожу сейчас по земле и измеряю жажду и голод людей в Моем Царстве». Но чего вы боитесь? То, что происходит на земле, вы должны увидеть Моими глазами. И вы должны услышать, что говорит в это время Мой Дух. Это будет великое и славное движение Моей руки. Он придет на Северное полушарие Земли. Я все еще держу эту землю в Своей руке. Так говорит Господь. Следите за Соединенными Штатами Америки. Следите за всей Северной Америкой. Я подниму ее и сделаю великой, не думаете, жители США, что разделение, которое имеет место сейчас, останется навсегда. Но из этого разделения придет единство, говорит Дух Божий. Я знаю, что я делаю. Я покажу, как мое сострадание больше и сильнее вашей политики. Не бойтесь того, что вы видите сейчас. Наступает новая эра. Что это означает? В это время началось движение здесь, в Соединенных Штатах Америки. И оно будет известно, как движение возвращения всего на свои места. Вы еще увидите, как люди будут говорить «Мы верим в Бога». Но они будут провозглашать даже имя моего сына. А еще в вашей стране вы заведут памятник. Вы думаете, что это невозможно? Но смотрите, что я сделаю. Имя Иешуа будет провозглашено с национального памятника, как имя Бога США. И это будет знамением. Его также будут провозглашать на иврите. Вернется молитва, и они скажут, «Мы убрали Бога, но пора вернуть Его на место». Не думайте, что содрогание вашей земли – это просто совпадение. «Это я сотрясаю то, что было во власти злых сил, чтобы исполнить мой план и мои цели. Никто меня не остановит». Вы думаете, что демократическая партия может остановить меня? Дух Божий говорит, «Я уже ездил на ослики, и я знаю, как ездить на них. Я знаю, как обуздать слона. Я знаю, как смирить и объединить их, чтобы положить конец разделению. А еще я знаю, как справиться с упрямством Мула и его команды. И я не отменю свои планы для этой страны». Так говорит Дух Божий, «Я смирю все надменное, а смиренное возвышу во всех отношениях». Слушайте это слово. Разве Бог недостаточно силен, чтобы изменить все это? И это произойдет в нужное время. Наш следующий гость имеет слово для вас. У него есть для вас пророческое слово. Если вы никогда не получали такие слова, то вы получите их от моего следующего гостя. А если уже получали пророческие слова, то вы сможете узнать, как избавиться от духа задержки. Все это далее в нашей программе. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Ларри, я знаю вас уже давно, и вы не тот, кто часто говорит, «У меня видение» или «У меня есть слово». Но внезапно вы подключились к пророческому течению, и вы получили слово на одну из моих любимых тем – «Библиотека на небесах». Этого парня очень интересуют книги и издательства. Если бы я был Богом, и мне нужно было бы выбрать кого-то, чтобы показать ему библиотеку на небе, то это непременно был бы Ларри Спаркс. Итак, расскажите, что же там на небе? Когда я готовил слово, у меня было видение. Я спросил «Господь, что ты будешь делать в 19-м году?» Я редко вижу видения. У меня их было всего 4 или 5 за всю жизнь. Может, возложить на себя руки, чтобы их стало больше? В том видении я увидел прекрасные книжные полки, прекрасные книги, но они все покрыты пылью. Я спросил «Господь, что это за книги, и почему на них пыль?» Господь ответил с печалью в голосе. «Это библиотека неисполненных пророчеств. Этим книгам место не на небе, а на земле». Господь, как нам это изменить? И сразу после печали я почувствовал приближение огня Божьего. Мне сложно это объяснить, но я почувствовал Божьи шаги, и Божий ветер сдул пыль со всех тех книг. Бог сказал «Я сделаю это и покажу, что я суверенный Бог». Если вы получили слово, как пророчество или обетование, и вам кажется, что оно где-то на полке, возможно, они казались вам слишком большими, но вы знаете, что это Господь, тогда знайте, что прямо сейчас подключается суверенный Бог. Может, вы даже забыли об этих обещаниях, но Господь говорит «Я о них не забыл». «Я вложил их в ваши сердца». Ветер Божий сдувает пыль с этих обещаний. Пора им сойти с полок и стать реальностью. Пора, как говорят издатели, прекратить писать в стол. Вы можете принять это. Вы услышали слово о задержке. Что же это такое? Как-то я сидел в хорошем еврейском кафе, а меня не пригласили. Следовало бы. В таких местах получаешь удивительное откровение. Я ел сэндвич с индейкой, и вдруг Бог сказал три слова. Больше никаких задержек. Меночеку, скажите это, глядя в камеру. Я хочу, чтобы это проникло к вам внутрь. Эти слова были громогласными. Бог сказал больше никаких задержек. Бог не хочет, чтобы вы терпели и приспосабливались к задержкам. Он не только работает над духом задержки, но и меняет теологию задержки, которую придумала церковь. Мы слышали так много обещаний и решили, что если они не сбываются, то это не воля Божия. Так же, если сказанное слово не сбывается. Но Господь говорит, если я не сказал нет, то это все еще моя воля. Я просто ел сэндвич, и Господь дал мне эти три слова. Это было так внезапно. Это случилось 6 октября прошлого года. В тот же вечер моя подруга-пророк написала мне сообщение, в котором было только откровение 10-6. Ну и что тут такого, подумал я. Оказывается, в самом конце 6-го стиха сказано, промедления больше не будет. Это точно был Господь. 10-я глава, 6-й стих. Словами двух или трех свидетелей утверждается любой факт. Больше никаких задержек. Есть люди, которые говорят, Мои друзья получают пророчества, но обо мне Бог, наверное, забыл. Я никогда не получал пророческое слово. Что вы можете им сказать? Я задавал Богу тот же вопрос. Я спрашивал его, что он хочет, чтобы я сказал вам, и он просил сказать, если вы никогда не получали слов, то придите к Богу и скажите, Бог, что ты делаешь сейчас? Что ты говоришь? Не обязательно спрашивать о слове и его воле для вашей жизни. Господь, я хочу участвовать в том, что ты делаешь. И Господь приглашает вас прийти к Нему и спросить, что ты делаешь? Как ты движешься? Что ты вложил в меня, чтобы я мог использовать и правильно распоряжаться этим? Главный ключ к освобождению от задержки – это действовать. Многие вещи требуют не только нашей молитвы, но и нашего участия. И лучшая стратегия, которая нужна нам сейчас, это принять участие в том, что делает всемогущий Бог. Поверьте, примите и используйте это. Когда мы вернемся, Синди Джейкобс расскажет нам, что Бог говорит ей и лучшим пророкам по всему миру. Это невероятные вещи на 19-й год. Оставайтесь вместе с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок, на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Это сверхъестественно. У меня в гостях Синди Джейкобс. Многие из вас ее знают, как настоящего генерала, ходатайственные молитвы и пророчества. Синди, каждый год вы собираете группу пророков, не только из Соединенных Штатов Америки, но и со всего мира. Я бы очень хотел узнать, что поднимется на поверхность в этом году. Что касается церкви, то мы приближаемся к тому моменту, когда Бог перевернет все чаши небесные, то есть все молитвы, которые принесли люди. Придет сила Божья. А также ожидаются невероятные посещения и проявления. Иными словами, раньше вы будто бы застряли в своем прошлом, вы годами молились за своего ребенка, и бац, он изменился. Или, к примеру, вы хотели вести свою программу, и она появляется. Кстати, сейчас нас смотрит человек, который пытается выйти на телевидение. И знаете что? Господь говорит, что эта дверь открывается для вас. Кто-то уже долгое время отчаянно пытается купить дом. Для вас наступает внезапный прорыв. Начинает происходить внезапности. Кстати, Сид, это слово мы получаем последние три года. Конечно же, мы получали слово о чудесах, но сейчас это будет в славе. Господь неоднократно повторяет в славе, «Я готовлюсь проявить свою силу». Мы никогда не видели, как Бог творит, но мы увидим это. Знаете, какое у меня видение? Я хочу прийти в больницу Хадаса или другую израильскую больницу, в отделение, где лежат солдаты и люди, у которых отсутствуют конечности. Я приду туда с камерой, чтобы запечатлеть то, как вырастут руки. Не знаю, как вы, а я устал от плохих новостей. Я хочу хороших новостей. Ух ты! О, Сид, такое ощущение, что вы молились вместе с нами. Это тот же Дух Святой. Я чувствую помазание, помазание для исцеления во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе. Ты не переставал быть Творцом, Творец. Я благодарю тебя за создание новых глаз. Я вижу людей, которые были слепыми, у кого-то не было зрачка. Господь формирует для вас зрачок. Я вижу, как исчезают катаракты и глаукомы. Кому-то нужна была замена бедра. Вы чувствуете огонь в бедрах. Бог творит новые бедра, новые почки, новый мочевой пузырь. Все новое. Что принесет 19-й год? Если смотреть на значение чисел, то 2019 означает рождение. Бог рождает что-то новое. Это как ребенок в утробе. Когда я носила своих детей, у нас не было УЗИ в 4D. И я не могла представить, как будет выглядеть мой ребенок, но я чувствовала его внутри. Именно это происходит сейчас с вами, Сид, и со многими людьми в мире. Мы чувствуем шевеление ребенка. Мы что-то чувствуем. Послушайте, Бог готовится сделать для вас что-то настолько новое. Невероятно. Если вы смотрите эту программу и чувствуете безнадегу, то я говорю вам, стряхните ее прямо сейчас. Бог собирается сделать для вас новое, что вы и представить себе не могли. Бог что-то делает. А если вы никогда не получали пророческое слово, вы умоляли Бога дать вам слово. И Господь говорит вам прямо сейчас. Я пытаюсь показать тебе, что я настоящий. Вы говорите, Бог, если ты настоящий, то поговори со мной сегодня. Вот Бог и говорит к вам. Он говорит, я не только настоящий, но я пришел, чтобы изменить твою жизнь. Господь, давай чудеса этим людям. Финансовые чудеса. Чудеса в семье. Чудеса в карьере. Бог хочет показать вам, как сильно Он вас любит. Пожалуйста, не позволяйте сатане украсть вашу радость. Примите решение. Чтобы не случилось, вы будете смотреть на своих друзей или родных говорить, нет. Эта сатана пытается украсть вашу радость. Мы ему не позволим. Такого не будет. Сатана не имеет никакого отношения к моей радости. Мы не будем соглашаться с обвинителем. Нам нужно говорить, что говорит Бог. Мы снимали эту программу перед живой аудиторией, и Хан Кунеман произнес удивительные слова о будущем президента Трампа и истины. Давайте же послушаем их. Я сказал, Господь, покажи мне свое сердце, и что будет происходить. Он показал мне, что сейчас происходит с точки зрения небес. Он оказал мне на исход 14 главу. Там написано, что Израиль оказался в окружении гор и врага, который гнался за ними. А перед ними было Красное море. И начали создаваться ложные новости о президенте по имени Моисей. Говорилось, что у него есть план, который будет плохим для людей. Они думали, что он хочет их смерти. И они решили, что он сотрудничает с лидером, с которым когда-то работал с фараоном. Сейчас очень много говорится о России, пытаясь навесить ярлыки на президента и его администрацию. Что же сделал Бог? Соединенные Штаты невозможны без иммиграции. Мы все здесь именно благодаря ей. Что сделал Бог, чтобы объединить народы? Он допустил разделение. С 22 по 29 стих сказано, что была правая и левая стена. Бог создал стены. Республиканцы и демократы. Библия говорит, что Бог сдерживал правую и левую стены. То есть Бог остановил их, и они были под влиянием Его руки. Божья рука на этой стороне, справа и слева, и Он возведет Свою стену. Господь сказал мне 1 января. Стена, которая, по вашему мнению, разделяет США, не является стеной разделения. Это знамение, которое объединит о вас. Так было в книге Исход. Была правая и левая стена. И люди прошли по суше. Это было сверхъестественно. И у Бога есть сверхъестественный план для президента Трампа, и нам нужно перестать атаковать его. Бог пытается создать, как в Исходе, 14 главе, четкий путь для этой страны. Для ваших детей и для будущих поколений. В 30 стихе сказано так. В тот день. В какой же это день? Правая стена, левая стена, чистый путь, гибель врага, то есть планы врага будут остановлены. Сказано, что в тот день Бог избавил Израиля от руки врага. И вскоре Бог избавит эту страну от рук врага. Господь говорит, стойте твердо, и вы увидите спасение Господа. Это говорю я, Господь. Я говорю сейчас к тем, кто выступает против и несут разделение. Моя истина пойдет дальше. Я разрушу все планы команды осла, команды слона и команды упрямого мула. А мои планы состоятся. И эта страна пойдет вперед в новый сезон, который я обещал моим людям. 2019 год – это начало новой эры. Это год, чтобы избавиться от задержки и приготовиться к чему-то великому. Я хочу, чтобы Синди помолилась за вас. Синди. Я провозглашаю во имя Иисуса, что на вас будет помазание исцеления. Я провозглашаю, что вы увидите чудеса, и у вас будут чудеса. Я провозглашаю, что у вас будет радость. Плод Духа, радость появится в вашей жизни. Я провозглашаю, что враг побежден. Вы победитель. И я провозглашаю, что Бог принесет умножение через вас в этом году. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и из иудеев и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Наташа Щедривая. Бог открыл мне секрет, и если вам нужно чудо, или вы хотите служить в сфере чудес, исцеления, освобождения, то это очень просто. Не пропустите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», и вы узнаете простую истину, из-за которой происходят чудеса. Не пропустите.